Медведица 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 Время – час дня. Желающих перебраться на другую сторону реки не так много. Основной наплыв наблюдается в утренние и вечерние часы. Иногда складывается ощущение, что местная молодежь просто катается с окраины на большую землю Откарска. Переправа организована для того, чтобы сократить путь от отрезанной части города до цивилизованной жизни. И также имеется объездная дорога. Кто-то пользуется ей, кто-то пользуется переправами. Объездная большая на простая? 9 километров. Люди как предпочитают? Объезжать или периодически пользоваться? У кого есть транспортные средства, естественно, предпочитают объездную дорогу. У кого нет, предпочитают переправу. Часто пользуются? Много ли людей? Или бывает, что большие промежутки? Нет, люди, в принципе, часто пользуются. Бывает, больше ста людей в день. Через Откарск течет сразу две реки – Откара и Медведица. Если они в период паводка объединяются, то это приводит к стихийным бедствиям. Поэтому уровень воды всегда на контроле. Он назвался Евгением. В руках прибор, измеряющий уровень подъема воды. Женя – не специалист, а всего лишь местный житель. Добровольно проверяет состояние вешних вод и сообщает спасателям. Утром было 9.70, сейчас 9.67, то есть на 3 сантиметра поднялась с утра. К вечеру на пару сантиметров, может, еще поднимется, будет 5. Подъем. Такие вот дела. Так вот все это происходит утром, вечером. Спасибо. То есть несколько раз в день вы замерете? Утром, вечером мне сказали делать замер. Утром, вечером, утром, вечером и делаю. Потом сообщаете уже? Ну да, конечно. Сейчас паводковая обстановка в этом районе считается относительно спокойной. В 2018 году две реки объединились, и вода пошла в дома. О событиях двухлетней давности сейчас напоминает кусок красной материи. Его повязали, подплыв туда на лодке. Медведица поднималась до уровня второго знака на столбе. С первых чисел апреля паводок вторгся в жизнь многих районов по-разному. Это кадры из базарно-карабулакского. Потоки воды несутся по одной из улиц. Длилось это недолго. А это уже Лысые горы. Там созданы барьеры для воды, подбирающейся к местному мосту через Медведицу. По состоянию на 9 утра 5 апреля на контроле МЧС стоит подтопление в четырех низководных мостах в трех районах области. Везде имеются объездные пути. В Аткарском районе организована лодочная переправа. В Самойловском районе река Терса, населенный пункт Залисянка, объездной путь 8 километров. Населенный пункт Штейнгард, объездной путь 50 километров. В Аткарском районе река Медведица, город Аткарск, объездной путь 8 километров. В Аткарском районе река Медведица, населенный пункт Оттаевка, объездной путь 75 километров. Угрозы домам и населенным пунктам на данный момент нет. В Аткарском районе можно быть спокойным. Если уровень воды внезапно поднимется до критических отметок, то Женя измеряет его своей рулеткой и сообщит в штаб. А переправа уже готова. И так здесь каждый год одно и то же. Субтитры создавал DimaTorzok